Либо один, либо два. Здесь есть площадка, ты понимаешь, вот тут 10, а там кусты. Эмоционально, но зато под личным контролем и властей, и местных жителей. Именно по такому принципу в деревне Истомина Балахнинского района проходит глобальное благоустройство Центрального сквера. Масштабное обновление реализуется благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Планируется построить новые тротуары и отремонтировать старые, установить новые детские площадки и провести современное освещение. Как проходят работы, оценивает глава местного самоуправления. Я дал указание, чтобы проверили элементы детской площадки на их безопасность, первое. Второе, те элементы, которые останутся, должны быть приведены в порядок, окрашены и отремонтированы. Дал указание, чтобы рассмотрели, куда устанавливать новые элементы, чтобы это было целесообразно и для людей. Местные жители такого благоустройства ждали давно. В деревне Истомина был дефицит детских площадок. Про спортивные и говорить не стоит. Данный участок требовал, соответственно, срочного ремонта уже. Потому что, если могу повернуться, показать, где работают сейчас ребята, то есть там была, особенно по весне, постоянная лужа, мизина. Вот, соответственно, вся та алая вода, когда снег тает, все туда скатывается. Дети, соответственно, там не гуляли. Ремонтные работы обещают завершить в срок без задержек. Первым июля. Основная часть работ уже выполнена. Сделано полностью асфальтирование, полностью выставлены все бордюры, земляные работы сделаны. В принципе, вот основные такие вот эти работы все сделаны. Остаются у нас, ну, эти воркауты поставить, детскую площадку и ограждение с освещением тоже. Освещение тоже на этой неделе, может, на следующей неделе будет готово тоже освещение и видеонаблюдение. Жители надеются оценить и насладиться современным общественным пространством уже этим летом. И главная цель на перспективу сохранения сделанного. Для этого в сквере установят систему круглосуточного видеонаблюдения. Что же касается проекта формирования комфорта городской среды в целом, то решить, какой сквер, площадь, двор, набережная или другое общественное пространство комплексно благоустроить в следующем году может каждый. Для этого работает портал голоса.ру. Рейтинговое голосование в Нижегородской области продлится до 30 мая. Мария Бурова, Время новостей.